МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Ну что ж, очередная пятница. У меня не было ровно неделю. И всю эту неделю рестораном управляла Олеся Ермакова. Что из этого получилось, сейчас узнаю. Доброе утро! Я сейчас с замиранием сердца приезжаю, думаю, что же тут происходило, и живы ли все участники. Ну, судя по вашему виду, все было очень хорошо, да? Что, разбить тебе котелок об голову, да? Олеся Ермакова, Аман Галир, иди сюда, вставай рядом. На этой неделе я очень ждала приезда Аран. Ждала комментарии, естественно, не самые хорошие. Я не ждала, что он меня будет хвалить. Рассказывай, что тут было. Удалось ли сделать ресторан? Пока не удалось. Мои мечты. Ресторан вашей мечты. Вы пробовали концепцию поменять в зале? Бивляйки бабы не получили, что случилось? А пробовали концепцию на какую менять? Делали поваров универсалов, но ничего не получится. Тут такое поваров универсалы, то есть это все ходили в поварскую одежду? Ну да, человек, который может накормить. Добрый вечер, меня зовут Сандро, я буду сегодня ваш и повар, и официант. Концепция у нас сегодняшнего ресторана. И обслуживать, и готовить буду для вас сегодня я. Значит, я вам хочу сообщить одну новость, которая кардинально меняет концепцию. Моя мама смотрит от корки до корки, и угадайте, кто ее любимый участник? Сандро? Сандро. Она говорит, какой человек! Восхищена тобой. Рано радоваться, конечно. Я считаю, что нужно сначала всех покорить, а потом уже радовать. У меня противоположно. Мне не знаю. Как маму зовут? Вот что. Маму зовут Аделина Ашотовна. Аделина Ашотовна, хочу передать вам огромное спасибо. Сандро Данилов. Вот то, что действительно стратег. Выстраивает свои отношения и так, и это где-то схвалит кого-то, где-то кого-то ругает. Он умудряется понравиться одним, не понравится другим, потом снова им понравится. То есть такой тактикой он хочет завоевать любовь большинства, и у него, я думаю, это получится. Единственное, что ему мешает, это его природная невоспитанность. Если он сумеет с ней справиться, то, наверное, у него хорошие шансы на победу. Мероприятие у нас было под закрытие ресторана. Но я думаю, мы его удачно привели и заработали в этот день. Был праздник? 115 тысяч. Было очень круто, да. А вы какие-то там сделали? Да, у нас Макс был в костюме мыши, Сандро был клоуном. В зале был у Мега шариков. Без костюма такой мыши? Да, да, да. Вот и всякие тарелка, как маленькие. Ребята, клоун пришел к нам! Клоун! Здравствуйте, детишки! Если кто-то находит ключ с детям, то это вообще залог успеха. Потому что дети вьют из родителей веревки. Дети и Олеся. Ты оставила вообще эмоции за скобками? Сейчас просто занимаешься голым бизнесом. Или все-таки эмоции остаются? Ну как они? Эмоции не могут умереть, конечно. Я стараюсь просто. Я конкретно сейчас говорю про эти слова. Слышь, ты, сопляк, иди сюда. Смотри, капельку капнуть тебе вечером куда-нибудь. Тык-тык. До свидания, Олесь. Пока я... Чаю. По крайней мере, она теперь всегда улыбается. Это самое главное. Ну, что я просто заметил за вот это наше времяпровождение здесь. У нас теперь нету боев, но мы теперь прорабатываем еду. Что мы сегодня прорабатываем? Аня, расскажи про закуски. Это мексиканские закуски. Будет сальса с сыром фета на начисов. И будет така. Меня уставила я сегодня. И мы решили заодно и отработки сделать. То есть посмотреть вообще, как это будет вкусно. Ну и Женю я сразу выделю, что она будет сушиться. Молодец! Что я тебе могу сказать? Только сделай так, чтобы не до вечера эти проработки были. Не-не, мы быстро все сделаем. Женя и Аня у нас сегодня занимаются прекрасным процессом приготовления нам закусок. Они отправляются на кухню. Как только они это приготовят, я приду пробовать. Когда Ром Михайлович, в принципе, нас посещает, просто так ничего не остается. Он дает рекомендации, дает по шее, если мы заработали. Кого нужно похвалить. То есть все как положено. И кнут, и пряник, и печенье. Сегодня я буду готовить сальсу с авокадо и сыром фета по-мексикански. Начну с томатов, чтобы мне было удобнее понимать, какое количество ингредиентов к томатам прибавлять просто. А раньше ты готовила мексиканскую кухню, Женя? Я делала фахитос. У нас очень хорошо едят фахитос в Питере на мероприятиях. Евгения Ярошевская эмоционально сдержана, сконцентрирована. И только одно меня волнует. Одно из первых переживаний ее на проекте – это влюбленность в Кирилла. Посмотрим, поможет ли это ей или помешает. Беру красный лук. И я сейчас кое-какие манипуляции с ним проведу, чтобы освободить его от горечи и запаха потом, в послевкусе. Манипулировать луком будешь? Манипулировать. Я вообще люблю манипулировать, да, и луком. Все с лука начинается. На самом деле, мексиканская кухня и все эти закуски, почему они так популярны в мире? Потому что они сочные. Один запах этой еды, первый укус, вызывают сильный аппетит. Я сюда хотела пока в теплое добавить орегано, то есть чтобы орегано немножко раскрылся. Сахар добавляешь? Добавляю, конечно, я его. И соль, да. И уксус? И уксус. Есть желание какой-нибудь попробовать? Да. Нормально? Отлично. Отлично? О, отлично. Беру авокадо не слишком мягкий, но и не твердый. А мы что-нибудь к нему будем добавлять, чтобы он не темнется? Да, мы его сейчас сбрызнем лимонным соком. И он не будет темнеть. Да. Кого ты выделяешь с лучшей стороны? И кто тебе, кто висит камнем на шее? Как и с лучшей, сложно сказать, так и с худшей, сложно сказать. Фактически все ребята на одном уровне пока что. Ну так же не бывает, ты сама прекрасно понимаешь. Всех бы уволила, а вообще никого бы отсюда не взяла? Или все-таки кого-то взяла бы одного-двуха? Ну говори как есть. Все-таки вот на кухне Макс лучше себя проявляет. Макс, офицер запасов. Да. Валер, ты тогда сейчас занимайся жарким. Я сейчас займусь рыбой. Тань, ты занимаешься блинами? Да. Просто пока я еще не увидела, кто это делает лучше него. Можно даже не шефом, но просто поваром на него можно положиться. Да, да. У него и вкус неплохой, несмотря на его офицерские там домашки. Ну в принципе вот примерно так. Все, блюдо готово. Вуаля. У меня недавно прилетел друг с Мексики и привез мне один рецепт очень хороший. Я хочу вам его показать. А это что у нас сейчас будет вообще? Вообще это тако. А что такое тако? Расскажи поподробнее. Тако это такая закуска холодная с фаршем. Начнем, значит, с самого длительного. Это обжарка фарша. Фарш у нас есть келятины с луком и чесночком. А фарш у тебя уже соленый, перченый? Фарш нет, я в конце буду солить и перчить. Потому что когда подвигаете термической обработке, если вы солите, он будет очень сухой. Вот меня не было неделю. С некоторыми из вас я хочу поговорить. Особенно, когда узнал, что тебя почему-то признали худшим. Вчера у меня была роль шеф-повара. Качество продукта не уронили, единственное, что в волос попался. Две сиомги с собой и одно жаркое с собой. Две сиомги на выдачу. Можно поменять просто? Это явно не наш. Да, это почему-то не наш совсем. Мысль была, что надо все ходить в косынки, ну, в банданы. И если я буду в следующий раз или шеф-поваром, или управляющим, то это так и будет. Скажи мне, а может быть, она специально тебя подставляет? Сделать это, чтобы ты набрала кому-то. Олеся? Да. Может быть. Выкладем тортилью. И для того, чтобы она у нас слепилась лучше, мы половину сыра добавим на середину. А плавленый сыр, он с добавками должен быть? Нет, обязательно без добавок. Просто сливочный, да? Просто сливочный. Начинка у нас должна быть такая свежая. И цвета, заметьте, такие веселые. Да, очень прекрасные. Такие, да, яркие. Еще чуть-чуть с табаско перемешаю. Сюда же я добавляю фарш и чуть-чуть сыра. То есть, смотрите, сыр даст нам клейкость, чтобы у нас ролл завернулся, и мы смогли его нарезать. Аня Золотарева, командный игрок и талантливый кулинар. На кухне эти качества незаменимы, но в нашем проекте победит только один человек. И пора понять, что бороться надо за себя. Тарелочку присыпем орегано чуть-чуть. Я думаю, все. Давайте. Спасибо моему другу за рецепт. Огурец и лук мелко нарезать, смешать с фасолью, салатом и нарезанными помидорами черри. Добавить несколько капель табаско и посолить. Тортилью намазать плавленым сыром. Выложить на одну половину лепешки овощную смесь и накрыть начинку второй половиной. Ну что, кто будет рассказывать, кто первый? Давайте я расскажу. С какой стороны твоя еда? Слева. Как называется? Така. Мне не хватает остроты. Мы отдельно будем подавать острый соус. У каждого на столе будет стоять. А так очень вкусно. Така, на самом деле, показалась тем не менее вкусной. И я не понял, там, на самом деле, наличие плавленого сыра. А вот сейчас попалась мне... Остринка? Не надо никаких соусов. Сейчас хорошо. Хорошо, что вы второй раз откусили. Ну что, твое решение? Мне очень нравится. А это? Это сальса с авокадо и фетой. А у нас в холодильнике на НЗ квасочек хранится. Ну, вставай. И то, и другое блюдо, в принципе, мне понравилось. Но я бы не назвал тако-закуской. Это скорее было как основное блюдо. Мне понравился состав блюда Ани. Так как все же там присутствовали свежие овощи и фарш. Фарш. Единственное, меня смутило, что он был обжарен. Мне нравятся оба блюда одинаково. И то, и то очень вкусные. И поскольку это разные закуски, я не могу выбрать какое-то одно. Я могу тебе сказать, во-первых, это красиво. Во-вторых, это вкусно. А в-третьих, это полезно на самом деле. Очень. Ну, а теперь мы собираемся в зале ресторана, где ты распределишь позиции. Да. Ну, методом проб и ошибок. Вы так смещаете вообще? Да? Да, как вы подходите. Да? Так уж бы я отошел. Нет, может, нет, не обязательно. Волнуюсь, да, тебя чуть-чуть? Ну ладно, пойдем. Да, спасибо. Итак, пришло время узнать, как Олеся распределит роли на сегодняшний вечер. Ну что, ребята, распределимся по позициям. Надо начинать работать. У нас мало времени. Аня – шеф, повар. Женя – су-шеф. Татьяна – знаешь, за свою задачу кондитерка. И помогаешь девчонкам. Ну и главное звено на этом всем мероприятии – Сандро, ты. Я поставила Сандра на кухню, чтобы он в команде девочек. А кто холодная и горячая? Женя – холодная, Сандро – горячая. Сандро сегодня готовит нам основные блюда. Да, он вчера так хвалился, как он это умеет делать. И я вот хочу, чтобы он проявился наконец. Итак, с кухней мы разобрались. Кто моет тарелки? Молодец. Я сегодня на мойке. Уху! Теперь готовьтесь. Да, это такое близкое к помешательству такое распределение. Ну ладно, а дальше? Саша, Кирилл и Валера работают в зале, Артем – в баре. Когда я распределяла позиции в зале сегодня, я руководствовалась личным отношением к каждому из участников. Аня, дорогой мой шеф-повар, я тебе могу сказать, может, так улыбаться, но если бы у меня, шеф-повар, в холодильниках такой был бардак... Я вам обещаю, завтра будет идеальная чистота. До открытия ресторана осталось немного времени. На кухне закипела работа. Вот, Анчеладос, у тебя все расписано, Даша, приготовление делай. Окей. Да, шеф? Слышь, а предупреждать надо, что кастрюля горячая, нет? А где она горячая? Иди сюда. Схватись за ручку и держи. Схватись за ручку и держи, я говорю. Схватился и держу. Вот, держи дальше. Держи. На. Давай. Еще, еще. Ха-ха-ха. Быстрее, быстрее, быстрее. Артем, ты тоже быстрее. Я с барменом, правильно? Да, бегом. Ха-ха-ха. Смотри, Кирилл, кухня вся поместится, а по бару вы все наизусть уже должны... Вообще ничего не видно будет. На первом ряду. На первом ряду только видно будет. Ну, напиши, напиши, как будет. Кирилл, будет видно все, блин. Что ты все это сам переворачиваешь? Я тебе говорю, я все объясню. Сегодня был такой очень напряженный день в плане того, что у нас второй раз уже меняется концепция и все ходят вот так немножко расшатанно и не могут понять, чего конкретно хотят руководители и что конкретно нужно делать. Блин, вот что это такое? Это записка. Санбро, скажите честно, у тебя проблемы с русским языком? Нет, я не вижу, я не найдем вопрос. Я могу тебе дать несколько уроков русского языка. Давай, это, в принципе, было бы даже не было. Отлично, договорились. Татьяна. Муж передавал вам букет цветов. Давайте покупаем Тане. Муж передал ей букет цветов. Не знаю, кто носит цветы, потому что ни записок, ни опознавательных знаков никаких нет. Вся в догадках. Муж ревнует? Не знаю. У вас очень мало времени осталось, если вы будете так же интенсивно складывать паспорт. Паспорт посуду. Жить вам недолго. У меня сегодня сыпалось такое количество посуды, которое, ну, я не знаю, нереально просто использовать. Макс помоет. Макс помыл. Завтра мойщик будет умирать у меня. Таня, вам понравился букет от мужа? Супер. Может быть, вы расскажете, как вы его любите сильно? И сейчас. Вы хотите поговорить об этом попозже? Да, я хочу об этом умолчать. Тогда мы больше не будем вас спрашивать, а оставим вас с хорошим настроением. Дай водички попить, пожалуйста. О, архиз. Что там в состав входит? Калий, натрий, магний, кальций, йод, архиз, классная вода. Я никогда не думала, что там так много минералов. Ребят, через 10 минут надо сделать презентацию блюд. Попробовать все, посмотреть подачу. И отдать мне на пробу. Рассказать официантам и все, да? И начинать работать. Да? Да, шеф. Сегодня все меня слушали, все было хорошо. Сандра прям так хорошо под нас подлег. Ну, подстрелился в мой детс. Еще раз ты так сделаешь, ты так больше никогда не сделаешь. Я не хочу этот бред слушать. Моем руки не на мойке, а в раковине там у себя. Еще раз ты меня подвинешь тут, я тебе вилку воткну в глаз. У меня сейчас нет времени на всякий бред выслушать. Тем более, откуда идет этот бред. Смойки. А ты кто такой сейчас? Младший помощник, младшего повара? Ну, это не важно, кто сейчас я. Главное, что кто сейчас ты. А ты сейчас звезда телеэкранов. Смотрите, да, чтобы сейчас ускорить процесс, мы сверху мажем соусом из сметаны и сыра. То, что делала Олеся вчера на мастер-классе. Чеддер и сметана, да? Да, и запекаем. Сыр плавится. Чеддером куритос не испортит. Ну что, шеф? Да? Порядок на мели. Сейчас, минуточку, и все, вот, убираемся уже. Сколько вам нужно времени для презентации? Все, последнее отдаем. Ну и как, гуакамоле? Ну, соль не хватает, гуакамоле. Ну так ты скажи. Уже сказал, уже там все переделали. Какая логика? Человек пришел, сел, он что, получается, целиком в комплексе мексиканский обед или он выбирать должен? Нет, выбирает. А что он выбирает на холодном? Из закусок, из супов и буррито. Буррито одно и горячее одно буррито? Три. А, три вида буррито. А, понял. Мексиканская кухня меня не особо привлекает, и она все равно на определенного потребителя. В принципе, от нас хотят больше. И мы пока никак не можем это больше придумать и дать. Ребят, трехминутная готовность. Сандро, вот у тебя что? Что, мама, сейчас жарю гаверину быстро. Ах, что это такое? А, у нас рядом с домом есть замечательная пальма с обезьянами. Вы исполнили. Вот видите, он еще лок-свизы. Ресторан открыт. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашем ресторане. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня тема нашего ресторана «Мексика». Ну, это прикольно. Ну, естественно, шоу, конечно, можно лок-сто и делать. Ну, шоу, мы бы еще лучше лок-сто и делать. Я могу вам предложить на закусочке тако с овощами. Это сырная лепешка с рубленой телятиной. Также сальса подается на маленьких начисах. Для приготовления сальсы помидоры нарезать кубиками, добавить мелкопорубленные листья петрушки, нарезать лук и обдать кипятком для удаления горечи. Перемешать его с сахаром, уксусом и орегано. Мякоть авокадо мелко нарезать и сбрызнуть лимонным соком. Смешать помидоры, петрушку, лук и авокадо. Добавить несколько капель табаско. Посолить, смесь выложить на чипсы и сверху поместить 3-4 кубика феты. Сбрызнуть оливковым маслом. Супы у нас сегодня первый суп море. Второй суп это чили конкарде. На основные блюда у нас идет буррито трех видов. Валера Шевченко. Большая школа жизни приучила его к разным обстоятельствам. Он привык приспосабливаться. Хитер. Но кажется, что не подлец. Добрый день. Вдвоем будете? Да. Позвольте, провожу вас за вашу стадию. Меня зовут Александр. Сегодня буду вашим официантом. Тематика нашего ресторана сегодня – мексиканская кухня. Надеюсь, вы оцените. Стандарт кухни не можно заказать или только мексиканская кухня? Борщ может приготовить каждый. А приготовить хорошую мексиканскую кухню может не каждый, да. Мне попался столик с парочкой. Люди среднего достатка, ну, лично, на мой взгляд, которые путешествуют, скорее всего, только по России. Александра, все, давай уборочку быстренько и готовим. Только не переборщи, я тебя умоляю. Нет, не переживайте, мне ничего. Так, сметану вот, я не знаю, что куда убрать. Я сама буду оформлять эти. Все, давай, дорогая, оформляйся. У меня Сандра, я, конечно, никого другого делаю. Ну, потому что, ну, он не кухонный работник. Меня Галя зовут, это Катя. Галя, Катя, садя. Мы с тобой сейчас фотографируемся. Не справляю. Да, можно, конечно. Не подпиши мне фотографии. Не справляю. Ну, кляво. Пришли две девушки, которые пишут картины. Честно говоря, у меня давно есть мечта, чтобы мы портрет написали маслом. И после проекта мы договорились, что мы спишемся, и у меня теперь будет портрет, написанный маслом. Блин, вот мы, видишь, не успели ни при на меню сделать. Из-за того, что кухню задержали, из-за кухни меню задержалось. Так, это курсы, да, у тебя? Да. Кухня! Два така, первый курс, начинаем готовить. Все слышали? Да, шеф. Женский коллектив – это своеобразное государство, в котором довольно-таки сложно. Ты либо поклоняешься, либо тебя прессуют. Я просто был рад, что я ушел на официанта. Сегодня у нас так вот. Он довольно-таки нежный и не оставит, как говорится, следа на вашей фигуре. К сожалению, мы не используем меню, так как, вы видите, я в форме повара, поэтому я могу рассказать вам все сам. Саша Нерин – самый молодой участник проекта. Он профессионален, умен, чувство вкуса, внимательное отношение к коллегам, к гостям. Один из кандидатов на победу в нашем шоу. Короче, запомни. Ага. Буррито – овощной, буррито с говядиной и буррито с курицей. Так, овощной, с говядиной и курица где? Курица там. Анна сегодня была шеф-поваром. Она мне откинула меня в омут с головой. Хорошо, у меня с головой все в порядке. Хотя бы сочетание продуктов, я знаю, как сложить. Давай на гриле. Все, заворачиваешь, потом на гриле. Вот сковородки-гриль у тебя стоят. Все, смотри, горит сковородка, убираю. Подожди, а ты мне сказали, что мы делаем в этом саламане? Это делаем мы вегетарианский. Сыр запекаем, да. Все. Убери сковородку, горит. Остальные на сковородке греют. Не, сковородка пусть горит, это не страшно. Добрый вечер, меня зовут Кирилл. Я вас сейчас следу в курс дела, вот у нас на доске. На самом деле меню меня интересует сегодня меньше всего. Скажите, пожалуйста, а Сандро сегодня работает на старании? Да, Сандро сегодня работает, но он работает на кухне. Я уточню, ничего обещать вам не буду. Когда она зашла в зал, и сразу у меня ни одного сомнения не было, кому она на самом деле пришла. Конечно же, было Сандро, потому что за то время, которое работает наш ресторан, мало одетые девушки с определенной внешностью приходят к одному человеку. Вариант Сандро прошел. Я за девятый стол просил. Сандро, дорогой, ладно, выйди, сделай счастливыми девушек. Ты отпускаешь его? Да, на три минуты. Если ты будешь отсутствовать, больше трех минут будешь отшлепан вечером. Конечно, мы заценили подругу Сандро. Ничего так. Смыть всю косметику, снять каблуки, это платье, одеть домашний халат. Ну, будет обычное. Как бы, ну, это лично мое мнение. Но Сандро, это просто крендель. Добрый день, молодой человек. Чем мы вместе пойдем в гостите? Так, у нас сегодня буррито, куриный, стелятина и овощной. Может быть, вы что-то мне порекомендуете? Вегетарианский или стелятина? Очень вкусный. Ну, я думаю, стелятина. Да. Оценил ваш выбор. Встретил девушку. Мне, наверное, это произвело впечатление, хотя я не знал, как себя вести, если честно. Для меня это бушок, быклу, тряпочку-то показали красную. А, итог. Сандро принял у девушки заказ на девятом столе. Он может принять заказ? А где у тебя бумажка, Сандро, с заказом? Подожди, да, я договорю. Иди, прими нормальный заказ у нее. Уже все принято. Она только это хочет. Добрый день. Одну минуту, я сейчас позову вам повара. Меню у нас нет в ресторане. У нас повар-универсал расскажет вам все, что есть по кухне. И подскажет. Олеся Ермакова. Серьезный боец. Занимается боксом, умеет держать удар. Периодически ее захлестывает так, что он не самому хочет, он не вернуть ей справа. Надеюсь, что она справится со своими эмоциями. И сумеет себя показать с самой лучшей стороны, потому что все для этого у нее есть. Добрый день. Меня зовут Александр. Я буду вашим сегодня официантом. А как вы заметили или обратили внимание, у нас мексиканская кухня. Меня предупреждаете, какие блюда будут острыми, потому что я не ем острые. Вы едите острые. Отлично. А могу ли я узнать, как я могу к вам обращаться? Светлана. Если вы едите острые, я вам посоветую тогда буррито с телятины или вегетарианский. С телятины. С телятины. Отличный выбор. Что-то, видимо, на мойке. Может быть, лимонад холодный или квас. Лимонад. Сейчас я принесу ваш лимонад. Остальное будет чуть-чуть. Сначала, ну, как-то сомнительное у меня подозрение. Ну, девушка одна. Чего ей надо? И с блокнотом. Мы познакомились. Я со Светланой, мне кажется, общался. Ну, так, по-простому. Можно к вам сесть? Да, конечно. Мне будет очень приятно. Да. Потом еще Рам Михайлович подсел. Мне тут вообще стало страшно. Ай, этот праздительный взгляд просто меня добил. Саша, прости, я не могу девушке объяснить, какие у нас десерты. А, у нас ананасовая фламбе, к сожалению, на стопе. И осталась панакота. А вы не ожидали, что сегодня будет полный завтрак? Скорее, десерт будет пробный. Если он хорошо пойдет, то мы его включим в меню. Ну, для вас лично я могу спросить у нашего шеф-повара, можем ли мы предложить вам мороженое, если вы же хотите. Нет, я все-таки съем панакоты. Я встретил девочку. Я не понимаю, что он тут делает. У нас одни оперные певцы. Он занят пока, к сожалению. Ну да, я, к сожалению, ухожу. Будете ярой фанаткой, Сандро. И чем же он вам так нравится? Ну, он харизматичный мужчина. Харизма? Харизматичный. Да. Вечер подошел к концу. Последние гости покинули ресторан. Посмотрим телепрограмму. Что у нас там? Смотри там, городской. Вот, я дело. Вот. Что же? Ваша внешняя скромность отлично компенсирует вашу практичность. Ну что, закончили вечер, накормили гостей. Я хотел бы услышать о том, что происходило в зале, на кухне. В момент по кухне, когда сказали стоп насчет бурита с телятиной, я заказал до стопа. И мне отказали, но, слава богу, была телятина. Я вспомнил, что я ее вчера положил там, а Сандра как бы не провела рабочее место свое. И, слава богу, отдали. Ты мне говорил, что Валерий будет на заказ. Послушай меня. Я не буду тебя слушать. Вот сейчас рожай мне бурита с телятиной. Сандра, конечно, очень импульсивный у нас молодой человек. И постоянно жаждущие девушки его в зале отвлекают от работы. А нам разрешать сегодня у меня? Я думаю, получится сегодня все. Нужно что-то с этим делать. Ну, а работа была не выполнена или что? Или отдавалась не вовремя? Почему работа выполнена? Вообще, отдавалась долго, да. Гость, который сидел, ждал заказ на вынос, ждал долго очень. Олеся цепляется с Сандрой. Я думаю, что это чисто внутренняя какая-то неприязнь. Как сегодня он себя вел на кухне, и как он сегодня показал сегодня на своем участке, мне очень понравилось. Максим? Ну, у меня было сегодня такое ощущение, что я перемыл сегодня всю посуду ресторана. Через час моего мытья где-то вода у меня потекла тонкой струйкой. Ой, водичка кончается у нас. Что же делать? Водичка-то у нас кончается. Сандро, ты хотел бы такой ресторан иметь? Ну, я бы заменил кое-какие позиции, конечно же, обязательно. Начал бы с головы. Как меня достало уже это придурочное. Чушь какую-то несет неадекватную вообще. Вон, управленец наш беспонтовый. Дорогие мои, печальный образ абсолютно ресторана. Не вижу лидера раз, за которым идут люди два, коллектива не вижу три, и сервиса вообще никакого не вижу. Просто никакого. Это понятно? Да. Да. Все, переодеваемся. Пятничный вечер. Олеся, скажи нам, сколько вы сегодня заработали? Мы сегодня заработали 141 тысячу 300 рублей. Это рекорд. Итак, правила вы знаете. Наступила пятница. И перед тем, как перейти к голосованию, выбирать лучшего и худшего, я хочу еще раз показать вам ту цифру, которую вы считаете пока что мифической. Миллион четыреста сорок шесть тысяч семьсот. Да, ровно половина пути пройдена. И если это умножить на два, это около трех миллионов рублей, которые достанутся одному из вас. Я предлагаю сейчас, недолго думая, взять анкеты в руки и проставить баллы для того, чтобы мы могли их посчитать. Максимальный балл девять, минимальный один. Пока вы голосуете, напоминаю вам, что по итогам этой недели Олеся Ермакова получает плюс десять баллов, Максим Лебедев плюс двадцать, Сандро Данилов плюс десять, Саша Ерин минус десять, Валера Шевченко минус десять и Грязнов Кирилл минус десять. Итак, Максим. Я поставил Сандро девять баллов, хочу посмотреть на него в роли управляющего. Один балл я поставил Валере. У нас был инцидент на этой неделе, непонимания были на кухне, когда я был шефом, а он был су-шефом. Девять баллов я поставил Артему, так как мне нравится этот человек, он стал улыбаться постоянно, он стал меняться, общаться. Один балл я поставил Валере. Я стал голосовать против Валеры сегодня только потому, что он сдался. Но я не люблю слабых людей. Девять баллов Сандро. Повар из него никудышный, пускай он с бумагами ковыряется. Один балл Валере. Лично у меня сегодня был выбор между Артемом и Валерой. Валера из-за вчерашнего и сегодняшнего вот этих вот высказываний и назначением себя худшего все-таки как-то пересилил мое желание в его сторону. Валера. Я поставил девять баллов Артему, потому что он вырос в моих глазах и внутренне, и профессионально. Один я поставил балл Ане, потому что она на протяжении недели хорошо, с тобой нехорошо, с другим. Ну, в общем, отрежет веревку, если станет вопрос, она или кто-то другой. Если он думал, что с кем-то я в сговоре, пусть дальше думают мне вообще по барабану. Что думают такие люди? Один балл Валера, а девять баллов я поставил Жене. Вот в данной ситуации у нас на первый план вышли все вот эти личностные моменты, личностные качества. Девять баллов поставила я Кирину, потому что я до сих пор считаю, что она единственный профессионал здесь. Ребята, на самом деле это здорово. Я хочу его поддержать. У него минус десять баллов. Один балл я поставил Валеру. Тебе, Валера, извини. Олеся, ну давай, плесни яду. Девять баллов я поставила Ане за то, что Аня за 18 часов поставила кухню сегодня идеально. Один балл, конечно же, Сандро. Вообще, я бы никогда не стала бы с тобой не работать, Сандро. Ты ужасный как человек, так и работник. Я поставила девять баллов Артему. Один балл поставила Саш тебе, потому что, мне кажется, ты не хочешь учиться. То есть ему это неинтересно. Он все знает, все умеет. Я поставила девять баллов Татьяне, потому что всю неделю мы бок о бок работали, и наша практика и теория сошлись воедино. Дуэт получился хороший. Я думаю, да, дуэт у нас лично получился. Спасибо тебе, Татьяна. Один балл, Валер, тебе. Вообще, какой-то он странный тип, вообще мутный. Девять баллов я поставил Ане, а один балл я поставил Кириллу, потому что из всех ребят меньше всех общаемся именно с ним. Итак, наибольший балл по вашему голосованию получил Лебедев Максим. 73 балла. А худший Шевченко, Валерий. И если бы это было в первую неделю, я бы, конечно, наверное, согласился с вашим мнением. Но так как вы продолжаете выдавать мне шаурму плюс, поэтому в этот раз я поступлю так, как мне нравится. Я определил человека, который будет управлять вашим рестораном, Данилов Сандро. Я рад тому, что Арам все-таки поверил в меня. Я его не подведу. Ну, теперь всем хана. Сандро стал управляющим. По поводу Валеры я не согласен. Я думаю, что проект покинет человек, который в целом в этом проекте себя уже реализовал. Поэтому я думаю, и он меня поддерживает, я думаю, что, Артем, вы покидаете проект сегодня. Честно говоря, для меня сегодняшнее решение было шоком. Я совершенно не ожидал, что ситуация сложится именно так. Но я считаю, я с достойным лицом принял этот удар. Шеф, не выгляните! На самом деле, всем огромное спасибо, что вы появились в моей жизни. Надеюсь, мы дополнили друг друга. Почему он Артема выгнал? Это для меня вообще сегодня шоковый такой вечер. Ушел Артем, ну, минус один противник. Артем, проект «Реальная кухня» дарит тебе на память ультратонкий планшет ХР. Современный, легкий, с мощным процессором и аккумулятором. Всегда готовый к работе. Оставайся на связи, следи за нашим проектом с планшетом ХР. Спасибо. Итак, я хочу представить вам человека, который возглавляет компанию, в которую входит 10 ресторанов, под руководством которым работают 500 человек. Светлана, проходи. Я слышал стук каблуков. Я понял, что это будет женщина. И тут выходит Светлана, которую я обслужил. Я хотел провалиться сквозь землю. Свет, значит, правила очень простые. Значит, сейчас первый раз и последний я назначил управляющего. Управляющего зовут Сандра. Человек, который с завтрашнего дня определяет политику этого ресторана. В пятницу я приеду, и я хочу, наконец, увидеть этот ресторан. Таким, о котором я мечтаю. Не могу ничего сказать. Пока не могу ничего сказать. Может, это реальный человек, у которого наиталантнейший какой-то управлять людьми в количестве 500 человек. Руководить им, вот конкретно им, будешь ты, это понятно? Да, спасибо. Пожалуйста. Я думаю, найду я с ней общий язык. Приятно будет работать. Во-первых, это наставник Арама, это девушка, еще и к тому же ведет такие серьезные предприятия. Я вообще, я счастлив. Я хочу сказать, что завтра нашему Кириллу исполняется 30 лет. И мне хочется, Кирилл, сделать тебе подарок. Ты завтра проснешься и поедешь куда-нибудь пообедать. Красивое место. Значит, у тебя сейчас есть возможность выбрать, с кем ты поедешь. Кого ты выбираешь? Евгений. Ну, в общем, вот так. О, Боже, мы не знаем. О, Боже, мы не знаем. Женя, у вас завтра праздничный завтрак-обед. Вот. Так что доказывайте, что хотите, наслаждайтесь. Мы все, все, наверное, поздравляем тебя днем рождения. Днем рождения! Если ты будешь лезть постоянно в работу коворок... Я буду лезть во всю работу здесь. Давай посмотрим, давай посмотрим, что с этого получится. Ты можешь собрать свои вещи. Пошел, мне ты неинтересен. Ты можешь собрать свои вещи и ехать домой. Если вы будете ругаться матом, я буду штрафовать на 5 тысяч рублей. Таня, ты что, белины объелась? Зачем ты заришь анчалусы? Мы испортили очень качественный продукт. И, прежде всего, мы испортим повар. Шефом я больше не хочу быть. Почему? Потому что я хочу быть поломойкой до конца недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok